Всем привет! Сегодня хочу в своем мастер-классе рассказать, как вязать вот такие метеночки-солушки. Они довольно-таки очень простые. В основе их лежат лицевая гладь, резинка 1х1 и с внешней стороны рис, чередование лицевых и изнаночных петель в шахматном порядке и вот такая вот маленькая солушка. Итак, кто желает присоединиться, присоединяйтесь, будем вязать вместе. Итак, для вязания нам понадобится пряжа. В данном случае я взяла фирму Alize Alana Gold в ней в 100 граммах 240 метров. Цвет 684 это для тех, кто хочет связать именно такие вот светло-серые метеночки, как у меня. Затем вам понадобятся спицы. Я взяла чулочные спицы 3,5 размер и крючочек. Любую можно двоечку, троечку для того, чтобы заправить можно было ниточку и ножнички. Итак, приступим. Для обхвата ручки 17,5 см я обычно набираю в 1 см 2 петельки, если вы вяжете именно Alize Alana Gold. Я уже давно ей пользуюсь и знаю. Если вы хотите вязать из другой пряжи, то наберите образец из 20, например, петель, провяжите сантиметров, к примеру, 6-7 и измерите, сколько у вас в 1 см петель. Петельчик. Либо возьмите там какой-то отрезочек и посчитайте, сколько в этом отрезке петелечек. Так как у меня 17,5 см, и я знаю, что у меня в 1 см 2 петелечки моей пряжи, то я умножаю 17,5 см на 2 и получается у меня 35 петелек. Но так как я хочу, чтобы у меня делилось на 2, я наберу 36 петель. Итак, набираете 36 петель и плюс 1. Я вам объясню, почему еще будет плюс 1. Она у нас будет замыкать наш круг. Мы будем вязать по кругу на 4-х чулочной спице, 5-й спице. Итак, я набрала 36 петель плюс 1. Смотрите, я поделила таким образом, чтобы у меня, где краешек, вот у вас, где краешки, было 10 петель и на 3 спицах по 9 петель. Затем 10 петлю с последней спицы я одеваю на... Вот этот кончик убираете вперед, чтобы он вам не мешал. Вы его потом будете заправлять крючочком. Убираете последнюю петлю на первую петлю и якобы продеваете ее. Вот еще раз, смотрите, вот у вас одетая петель и продеваете через нее. Оставляете на спице, вот, подтягиваете все. Итак, начинаете вязать резинку один на один. Смотрите, первая петля у вас будет лицевая, затем изнаночная, лицевая, 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 изнаночная, лицевая. Переходите к следующей спице. Первая петля у вас будет изнаночная, так как была последняя лицевая. Теперь лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И продолжаете чередовать лицевая и изнаночная. Формируете резинку один на один. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Первый ряд будет вам, второй ряд тоже тяжело очень сильно вязать, так как будут, может выпадать у некоторых с непривычки спицы. Поэтому придерживайте остальные спицы максимум, закрепляя. Можно даже первый рядочек более плотнее вязать, чем все остальные ряды. И так, лицевая и изнаночная. Подтягиваете все ниточки и продолжаете вязать по рисунку. Я вяжу классические петли, поэтому я лицевую вяжу за переднюю стенку, изнаночную, тоже за переднюю стенку. Лицевую, изнаночную, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Переходите к следующей петельке. Изнаночная, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Изнаночная, покажу вам более поближе. Лицевая, изнаночная. Для тех, кто не знает, как вяжется резинка 1х1, более подробнее заходите в моих предыдущих уроках, посмотрите. Для тех, кому все понятно, продолжаете вязать. И так нам нужно провязать резинку 1х1 5 см. Вяжите 5 см и встречаемся в следующем уроке.